Все выше и выше взмывает купол стадиона. Идет монтаж металлоконструкций, консолей, которые будут держать крышу сфероида. Параллельно льют бетон на трибуны. Их готовность 40%. Работы на стадионе не останавливались ни на день. И где-то подрядчики даже опережают сроки. Но не исключено, что процессу добавят динамики. И проект строительства еще раз скорректируют. Это не будет связано с объемами и параметрами непосредственно объекта. Или какими-то новыми затратами. Может быть будет связано с тем, что нам придется изменить проект организации строительства. Условно говоря, окружность будет разделена на два сектора. И навстречу друг другу будут идти два потока по монтажу этих консолей. То есть варианты ускорения строительства мы также рассматриваем. Строительство обойдется в 17 миллиардов 300 миллионов рублей. Но из областного бюджета не потратят ни копейки. Все эти деньги – целевое федеральное финансирование. А что же будет после Мундиаля? Об этом подумали заранее. В здании стадиона будет фитнес-центр, школа танцев и футбола, музей самой популярной игры и магазин спорттоваров. К тому же предполагается, что тратиться на стадион не придется и впоследствии. Он будет сам зарабатывать. На арене могут проходить не только матчи, но и массовые мероприятия. А часть площадей сдаваться в аренду. На четвертом уровне располагается еще один ряд лож, которые планируются как раз для коммерческого использования. Но следует отметить, что во многих стадионах ложи сдаются на период от года и больше. Это один из основных источников доходов. Кроме того, к чемпионату построят два новых тренировочных поля и отремонтируют три имеющихся. После там будут заниматься дети и спортшкол. Один из главных бонусов чемпионата – дополнительное развитие инфраструктуры. И это касается не только дорог, реконструкции Московского шоссе и подъездных путей к Урумычу. В районе стадиона уже построили канализационный коллектор. Сейчас идут работы по водоснабжению. За средства частных инвесторов возведут две электроподстанции и реконструируют котельную. Всем этим будут пользоваться жители домов. В этом районе возможным станет и строительство нового жилья. Плюсы ощутят и жители других районов. Так трамвайную ветку до стадиона все же построят. А благоустройство улиц и реставрация объектов культурного наследия в исторической части города, что тоже к чемпионату, уже заметно. Марина Кравцова, Константин Головин. События.